Здравствуйте дорогие любители сладкого! Сегодня мы будем готовить хворост. Для теста нам понадобится мука 360 грамм, это полтора стакана, соль, шепотка, разрыхлитель 0,5 чайной ложки, сливочное масло 80-100 грамм, молоко 80-120 миллилитров, яйцо 1 штука. Готовим все ингредиенты заранее. Для теста мука, соль, разрыхлитель, масло, яйцо, молоко, все это перемешиваем и месим тесто. Оно должно получиться не липким и эластичным. Ставим в холодильник на 20 минут. А пока нужно приготовить сироп. Для сиропа нам нужно сахар 300 грамм, это 1 стакан плюс 2 столовые ложки, плюс 1 чайная ложка сахара. Воды 200 миллилитров, это 1 стакан. Лимонная кислота 0,5 чайной ложки, мед 2 столовые ложки. Сироп нужно мешать до тех пор, пока не растворится сахар, а потом пусть кипит. Варим до карамельного состояния. В сотейнике с толстым дном. Тесто раскатываем в тонкий пласт. Я делаю толщину примерно 3-5 миллиметров. Чем тоньше, тем лучше. Делим на небольшие квадратики. Формируем форму. Как это делается, смотрите, показала на видео. Пока мы будем формировать форму в нашем будущем формируем, наш сироп немного остывает, то есть будет теплым. Также можно ставить, разогреваться в подсолнечном масле. Мы его будем ставить во фритюре. Для приготовления во фритюре нам понадобится 1 литр подсолнечного масла. Конечно же мы берем рафинированные, без запаха. Разогретую подсолнечное масло во фритюре. Опускаем аккуратно наши формированные формочки. Жарим до золотистого света. И не забываем переворачивать форост. Вот мы достали хворост. Теплый, еще не остывший хворост опускаем в теплый сироп. Достаем и выкладываем в посуду. Лишний сироп стекает. Хворост готов. Приятного чаепития. Хрустите сладко. Субтитры создавал DimaTorzok